Всем доброе утро. Смотрите, видели, я вам часто тут показываю этот двор. Посмотрите, как они съедают кукурузу. Просто остаются одни палки какие-то. Больше ничего. Прям выгрызают все полностью. А кукурузу нужно с огорода убирать, она там не нужна, поэтому сейчас ее некому скармливать. То коровы ели, а сейчас нет коров. Поэтому гуси с этим делом справляются. Сейчас я буду убирать, а вы это все посмотрите, потому что сейчас принесем новое им кукурузки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Идем дальше Добавил DimaTorzok Вот TrOUT Изг Hassan Это не comicating Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну или Ваня сейчас выйдет тоже дарвет Пока хватит, пусть ковыряются. Мне вы часто пишите, я на этом не акцентирую внимание, но когда кто-то во дворе хромает, кто-то из зрителей это замечает и начинает мне писать. Андрей, обрати внимание, там утенок хромает. Те, кто хромают, их видно прям сразу, сразу невооруженным глазом. Сейчас хромает один гусенок. По какой причине они начинают хромать, абсолютно не ясно. Или где-то спотыкнулся, тут же не ровненький прям загончик с газончиком. Так что может быть что угодно. И через кормушку переступить может, ну как бы ножку подвернуть. Да и просто, да вот просто лежит камень на нем. Да и просто на утенка может гусь большой наступить. Может быть что угодно. Причина, что птичка хромает, разные. Там хромали раньше несколько утят, сейчас они не хромают. Сейчас хромает гусенок. Наверное вот тот, который сидит, я не знаю. Ну, я смотрю, что как бы эта хромота не такая прям, что он ножку прям не может поднять. И я на нее не сильно реагирую. Тут ничего не сделаешь. Даже если что-то захочешь сделать, тут ничего не сделаешь. Ну хромает гусенок и хромает. Да, точно тот хромает. Немножко перестанет болеть, перестанет хромать. Ну, как-то так. И еще очень, я вам всегда показываю кормушки. Вот сейчас утро, я еще не успел им даже насыпать. Смотрите, с ночи вот эти все три были полные. Там чуть-чуть не доели, потому что там сухой. А тут было с водой, тут вот прям поутру выгребают полностью. Сейчас утром насыплю в обед. И много кто пишет, что Андрей, птице, нужно купаться. Почему ты не ставишь им какие-то тазы. На протяжении всего ведения канала, вот сколько лет я его веду, уже шестой год, во дворе стоит, да, тот гусенок. Вон, видите, хромает. Вот пошел. Оп-оп, на ножку. Но все будет нормально. Вот, да не орите вот так. Вот это корыто, или как его назвать, оно здесь стоит годами. То есть оно здесь стоит около 20 лет, наверное. Я шестой год веду канал, и шестой год его показываю. И в этом корыте купается птица. Оно уже погнило вот за сколько лет, но пол корыта налито. На самом деле, даже если бы оно было полностью целое, то я бы его полностью не набирал. Потому что птица во дворе разновозрастная, и, например, залезет маленькая птичка купаться, ну, утка, например, там, или еще кто-то. А большие гуси, они агрессивные птички, и они могут его утопить. А так глубина маленькая. Даже если птичка максимально мокрая, то она стоит на дне, и она не утонет. И я там прихожу, очень-очень редко, но бывает, какой-то стоит, вытянул, он высох. Ну, вот так. Так что писать, что птички негде искупнуться, это не так. Птичка, птичка всегда есть где искупаться. Ну, вот так. Все. Сейчас малышариком своим дам. Вот это. Пусть обгрызают. Да, молодежь, корма сейчас досыпать. И все. На, Тя. Оп. Ну, и все, сейчас корма-то насыпаю, и все дела. Еще вот обратите внимание на вот этих утят. Видите, они уже почти обросли. Это простечки вот от моих уток. Они максимально манюсенькие. Ну, все равно, когда вырастают, получаются такие хорошие селезни. Будет тушки там больше трех килограмм. Но сейчас не об этом. Вот посмотрите на вот этих маленьких. И сейчас пошли я вам покажу. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Ну, вы меня не ругайте. Лампу я не купил. Вот посмотрите на вот этих красавчиков. Сейчас нужно тоже будет у них убирать, подстилать. Это утка с 21 утенком. Они уже едят вон с корыта. Туда уже сыплю и дробленку, и гранулу подмешиваю. Поилка вот у них вот такая большая. Ну, и они вот такие прям уже хорошенькие. На самом деле, они уже достаточно крупные, чтобы пойти в общий двор. Но так как это бройлерные мои утятки, то я их не хочу в общий двор, пока я их подкармливаю еще гранулой. Ну, стартовым комбиком. Так что, пока они посидят еще здесь. У них все хорошо. Единственное, что когда они выйдут на солнце, будут выглядеть немножко бледноватыми. Но на солнышке они потом цвета клюва наберут быстренько. То есть, ну, вот видите, уточки красные, вот наросты возле глаз. А они такие бледноватенькие. Но зато они все в порядке. Там во дворе вы видели, кто-то то кусается, то еще что-то. Поэтому не хочу их пока никуда вытягивать. А растут отлично. Хорошенькие такие, кругленькие все. В общем, красавчики. Все. Пусть сидят тут. Ну, а тут мои бройлерки. Которых нужно. Тоже уже им поменял поилку на большую. Они просто как мамонты пьют. Пузатенькие. Ну, вот, чтобы вы понимали, поилка и камушка шестилитровые. Как бы крупненькие, да, стали. Нужные весы. Сегодня, может, сегодня не получится. Завтра точно куплю. Короче, посмотрим. Ну, вот такие вот дела. Ну, и индючки в порядке. И еще кто спрашивал. Вот же ж мои курочки. Которые эти. Которые из оливкового яйца. Но они все разноцветные. Тоже отлично выросли. Сейчас тоже буду всем насыпать, наливать. Короче, начал с гусей. Начал с тех, кто может клевать друг друга. Поняли? Ну, а тут все хорошо. То, что валяется на земле, им не хватает. Они еще грызут то, что лежит на столе. Ну, какая разница, это все для них. Ладно, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Следим за всеми. Кормим всех. День короткий. Работы много. Работаем. Все, друзья. Всем пока-пока. Работа. f Продолжение следует...